В заседании суда объявляется открытым. Сегодня на скамье подсудимых у нас снова этот попугай. Имя его Геннадий. Вы опять обвиняетесь, но на этот раз в краже вот этого мячика. Но слава богу, его нашла эта лягушка. Скажите, как всё происходило? Ну, это было вчера вечером. Я сидел на скамейке возле своего дома. И вдруг из окна прямо на меня упал вот этот мяч. И поэтому я очень удивилась, почему из окна падают мячи. Оказалось, что это была квартира одного воробья, в которой... Неправильно, или как его назвать? Я не могу больше говорить. Ладно. Ну что ж, она имела в виду, что вы проникли в квартиру того воробья, взломав замок. И стали его обкрадывать. А те вещи, которые вам не нравились, вы выбрасывали в окно. Итак, среди выброшенных вещей был этот мяч. Мы бы принесли вам остальные выброшенные вещи, если бы они были. Вы выбросили только этот мяч. Почему вы отворачиваетесь? Геша! Геша, повернись ко мне. Итак, вы что с такими удивленными глазами на меня смотрите? Я вообще ничего не делал. Вы что меня обвиняете? Я просто был у воробья в гостях. Итак, пожалуй, мы послушаем друга воробья, который был в это время у него в гостях. Эй, а что там был, друг? Значит, вы не были в гостях. Был! Ладно. Друг, что вы скажете? Ну, я скажу то, что этот попугай, он на самом деле украл наши вещи. Ну, точнее, он не украл, он хотел их украсть. Слава богу, мы его прогнали. Он выронил из своих крыльев мяч, и он вылетел в окно. Но после этого мы его так и не смогли найти. Оказывается, его нашла лягушка. Она наверняка тоже присутствует в краже. Она, наверное, с ним сотрудничает. Она украла наш мяч. То есть, он выкинул, а она украла. Нет, я не украла. Я его забрала, чтобы... Я его забрала, чтобы найти ему хозяев. Да что, этот мяч, что, домашний питомец, что ли? Нет, ну просто... Тишина! Послушаем нашего обвиняемого. Слушайте, я вообще тут ни в чем не причастен. Отпустите меня! Я не виновен! Хм, странно. Что же тогда скажет вот этот вот динозавр? Эм, слушайте, а я тут откуда? Я вообще в суд не шел. Я хотя бы к бухгалтерше. Она мне там кое-какие документы не выдала. И вообще, мне пора бежать. Пока. А, ну ладно. Когда у нас осталось только два. Вынесем приговор? Нет, нет, подождите. У меня есть еще пара слов к этому... К этому... К этой птице. Эй, попугай! Что? Я тебя больше в пять раз! Я тебя раздавлю как муху! Ты че ко мне лезешь? Ну слушай. Давай договоримся. Возвращаешь нам мяч. Мяч возвращен. Ладно. А теперь? Переселяешься в другой город. В какой город? Я живу в городе... Как называется город, в котором вы живете? Москва. Так вот, переселяйтесь из Москвы лучше в волнистый город. Там как раз для таких, как ты. Там за мячиками никто не бегает, потому что волнистые попугаи в мячики не играют. Ну ладно, переселюсь в этот волнистый город, если там хорошо. Ладно. Все. Выносите приговор. Вы лишаетесь жилплощади в Москве и сегодня же переезжайте в волнистый город. О нет! Что мне теперь делать? Ничего. Вы проведете домашний арест длительностью в один год в волнистом городе. Вы будете находиться только в нем, только с волнистыми попугаями и больше ни с кем. Все. Все. Приговор вынесен и обжалованию не подлежит. А теперь летите туда. Я уже не собрал вещи. Ух ты! Мы обеспечим такое, чтобы он из волнистого города никогда не вернулся. Тем более, у него там все есть для нормальной жизни. Больше он вас не побеспокоит. Ладно. До свидания. До свидания.